Профессиям кондитера, парикмахера и швеи с самых азов обучает Карагандинский Центр развития женского предпринимательства. На бесплатных курсах сейчас учатся 54 жительницы региона. Их отобрали из нескольких сотен поданных заявок. На занятиях по профессиональному мастерству побывала наш корреспондент Вера Шеллер. Здесь получается нужно сметать, потом отметить, и пуск 0,5, и вот и все. Наш не уберем. Тяжело в учении, легко в шитье. За пять дней курсантки должны многому научиться, получить практику и законспектировать теорию. Многодетная мама Эльвира Гельмединова на бесплатные курсы кройки и шитья записалась еще в марте. Карагандинка мечтает научиться шить и запустить собственную линию одежды для новорожденных по доступной цене для населения. В Караганде у нас нету именно для новорожденных, правильно сказать. У нас есть год, на два, на три года отшивают, я ничего не говорю. А именно вот на нулевок нету. Любой человек смотрит на цену. Казахстанской марке он должен быть дешевле, чем зарубежные. А это уже курсы по подготовке парикмахеров, организаторы отмечают. Именно это направление сегодня очень популярно среди женщин. Бесплатное обучение – проект, который направлен поднять благосостояние и доходы населения. Поэтому среди участников в основном многодетные мамы и представители самых незащищенных слоев населения. Начать зарабатывать можно сразу после окончания обучения. Минимум в день вы можете зарабатывать от 10 до 30 и выше денег. Это во-первых. Во-вторых, есть возможность планировать свой график работы. Так как женщины, у нас есть дети, есть домашний быт, и мы должны немножечко этот момент распланировать. Если это швейное дело, оно начинается с теории. Это обязательно. Теория, в том числе, лекалы, штос и так далее, размеры и так далее. А потом уже дальше практика. То же кондитерская, я думаю, тоже, наверное, с какой-то небольшой теории начинается. И потом дальше практика. Настолько бесплатно, что каждый участник приходит, просто сам приходит. Все, что предоставляется, это вот предоставляет сама программа и финансируется через национальную палату. Всего в Центр развития женского предпринимательства Крагандинской области заявок подано около 700. Первый этап охватил 54 претендентки со всех уголков региона. По окончанию курсов каждая получит сертификат, благодаря которому она сможет работать по найму или получить грант, чтобы начать собственное дело.